Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем всех, кто вместе с нами продолжает изучение Священного Писания. Наша сегодняшняя тема называется «Обязанности в Божьей семье». Вчера мы говорили о том, что мы, как члены Божьей семьи, имеем определенный доступ к определенным ресурсам. Этим ресурсом является и спасение, и утешение, и поддержка Божья. Сам Иисус Христос является даром Божьим, Дух Святой является даром Божьим, драгоценнейшим и здоров. И сегодня мы говорим о том, что если у нас есть преимущества, привилегии в Божьей семье, то, конечно же, у нас есть и обязанности в этой семье, точно так же, как и в земной любой семье. Обязанности распределяются между всеми членами семьи. Так что мы все наслаждаемся этими духовными и земными благословениями, дарами Божьими, но при этом есть определенные ожидания у Бога и с нашей стороны. Каких-то действий с нашей стороны. Второзаконие 6.5. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твою и всеми силами твоими». Бог ожидает от нас любви. Хорошо, порассуждаем. В Евангелии от Матфея цитируется тоже этот текст, Матфея 22.37. Иисус сказал ему «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». То есть, это настолько важный принцип, что он повторяется и в Новом Завете, и в Ветхом Завете. Что же означает любить Бога? Ну, мало того, чтобы Богу просто говорить «Я тебя люблю, я тебя люблю», достаточно ли этого Богу? Конечно же, нет. Точно так же, как и в наших отношениях на земле, недостаточно просто слышать слова любви, хочется видеть и какое-то подтверждение этой любви. Какого подтверждения любви Бог ожидает от нас? И мы это можем прочитать тоже и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Давайте прочитаем. Второзаконие, 10 глава, 12-13 стихи. Написано так. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот обратите внимание, кстати, на эту концовку. Все, что Бог ожидает от нас и требует от нас, все это Он требует, чтобы нам было хорошо прежде всего. Не Ему это нужно, а это нужно прежде всего нам. Ну и, конечно, Богу приятно, что мы в ответ на Его любовь, на Его благо, на Его дары, отвечаем любовью, которая выражается в послушании, в действии. Итак, главное проявление любви – это послушание. Если говорить о любви к Богу, знаете, есть такая книга «Пять языков любви». Так вот, да, эти языки – это время, это подарки, это прикосновения, это знаки внимания и это помощь практически. Такие пять языков любви. У Бога есть свой язык любви – это послушание. Если мы хотим показать Богу, что мы Его любим, то нужно быть послушными тем заповедям, которые Он нам дал. Некоторые считают, что заповеди – это все было в Ветхом Завете для евреев, это все время заповедей прошло. Сейчас осталось всего лишь две главные заповеди – это возлюбие Бога и возлюбие ближнего. Но на самом деле, когда мы читаем учение Иисуса Христа, то в учении самого Иисуса Христа содержится в Новом Завете очень много заповедей. Их гораздо больше, чем в Ветхом Завете. Поэтому и в первом послании Иоанна 5.3 написано, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Любовь проявляется в том, что ты охотно от сердца послушен Богу. Так что, если этого нет, что делать? Что делать, если в моем сердце нет этой любви к Богу? Могу ли я заставить себя любить Бога? И вообще, можно ли требовать от другого человека, от кого бы то ни было, требовать любви к себе? Вот Господь говорит, «Люби, люби Господа Бога твоего». Но если не любится, но если нет в сердце этого чувства, что тогда? Так вот, дело в том, что любовь, по-библейски, это не просто чувство. Любовь – это выбор, любовь – это решение, любовь – это поведение, любовь – это предпочтение, которое мы отдаем в своей жизни, это волевое действие человека. Любить – это действие. Это не просто чувство, не просто эмоция какая-то, но это действие, которое ты совершаешь по своей доброй воле. Поэтому Бог просит нас, чтобы мы любили Его, чтобы мы выбирали Его, чтобы мы были послушны Ему. И если мы хотим, чтобы наше сердце действительно охотно повиновалось Богу, то понятное дело, что мы сами этого не можем достичь. Какие бы усилия мы ни прилагали, мы не можем изменить самих себя. Но что мы можем делать? Мы можем просить Бога, чтобы Он дал нам любящие сердца. Мы можем просить Его, Господи, пожалуйста, вложи эту любовь в мое сердце. Я хочу любить Тебя всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Ты, пожалуйста, сделай это со мной, дай мне это новое сердце, которое будет способно любить Тебя вот так, по-настоящему. И любить ближнего, как Ты его любишь. Господь, благослови. Благослови, чтобы я мог следовать за Тобой от всей души и от всего сердца. И чтобы мое сердце охотно повиновалось Тебе. Вот если так будем молиться, то Господь может реально изменить наше сердце, и реально в нашей жизни будут перемены. К сожалению, и сегодня очень многие христиане стараются быть послушными Богу, не пережив этого преобразования в своей жизни. Это, конечно же, несчастная жизнь. Человек, который сердцем тянется к греху и привязан к каким-то греховным вещам, но пытается все-таки быть послушным Богу, потому что умом понимает, что это необходимо. Это несчастный человек с раздвоенной душой. И лучшее, что может сделать этот человек, это прийти к Иисусу и приходить вновь и вновь, пока он не достигнет этой победы. Победу нужно одержать на уровне мотивов и движений сердца, а не просто поведения. И эта победа достигается через молитву, а не через личные усилия. Усилия человека, усилия человеческой воли должны быть направлены на то, чтобы сблизиться с Богом, сблизиться со Христом, ухватиться за Него и просить, благослови меня, не отпущу, пока не благословишь. Как это делал Иаков, ночью борясь с Богом. И вот нам также нужно бороться с Богом, пока мы не достигнем и не обретем этого благословения измененного сердца, преображенного сердца и характера. Это то чудо, которое может переживать каждый из нас. Я переживал это, и поэтому и переживаю постоянно, каждый раз, когда я ощущаю, что в моем сердце что-то закралось небожье, и я взываю к Богу, Господи, убери это от меня и дай мне сердце, которое повинуется тебе, послушное тебе. То я испытываю это каждый раз. Я чувствую и ощущаю и вижу, как Бог преображает мое сердце и дает мне новые чувства, новые мотивы, и дает мне новые желания. И если и было что-то греховное, то Он это удаляет. И начинает тянуть к чистому, к светлому, и испытываешь отвращение к тому, что раньше тебе нравилось. Вот то, что происходит с человеком, который переживает преображение. Я хочу пожелать это каждому из вас. Пожалуйста, не соглашайтесь ни на что меньше. Иисус сказал, что те, кто слышат Слово Божие и не исполняют, подобное человеку, который построил дом свой на песке. А кто слышит и исполняет, тот построил дом свой на камне. И этот дом устоит. Пусть ваш дом веры устоит. Будем искать личных, настоящих отношений с Богом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл перед нами этот путь. Как детям Твоим Ты дал великие несметные Твои небесные сокровища, Твои благословения. Это мир в сердце, это прощение, это сила в искушениях, сила противостоять греху. Господи, мы благодарны Тебе за то, что мы можем следовать за Христом и можем испытывать это преображение каждый день, преображаясь от славы в славу, как от Господня Духа. Господь, благослови каждого из нас на этом пути. Просим Тебя, и прославь имя Свое, явив свой характер через нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья. Ну, а напоследок хочу сказать несколько слов в отношении чтения Библии. Вообще, что касается Слова Божья, мы будем говорить об этом, есть пять дисциплин в отношении Слова Божьего. Первое – это чтение. Второе – это изучение. Третье – это применение. Четвертое – это заучивание наизусть. И пятое – это проповедование. Когда мы рассказываем Слово Божье другим. Обо всех этих пяти дисциплинах потихонечку, понемногу будем с вами говорить. И первое, что хочу сказать в отношении чтения Библии, тем, кто начал читать Библию по плану, кто задался целью за этот год прочитать полностью Библию, Библию хочу сказать, как это делать более продуктивно. Чтобы быть более эффективными, нужно читать с определенной целью. Целью может быть что? Например, в каждой главе выделить один какой-то ключевой стих. Хорошая цель. Или целью может быть каждую главу, прочитав, задать к ней несколько вопросов. Что в этой главе я узнаю о Боге? Что я узнаю о людях? И какое повеление, какую волю Божью я открываю для себя в этой главе? Таких три вопроса. Или можно выделять, допустим, в каждой главе обетование. Такая цель чтения. Или целью чтения может быть в каждой главе выделять то, что касается Христа. Пророчества о Христе, прообразы Христа и так далее. Выискивать такие тексты. То есть, чтобы вы понимали, что если вы хотите быть продуктивными, эффективными в чтении, имейте какую-то определенную цель, прочитывая Библию, чтобы вы могли каждый раз что-то отмечать в том, что вы читаете. А не просто прочитывать и не извлекать никакой пользы. Так что, вот это первый момент, который я хотел бы вам сказать. Ну и дальше будем рассматривать понемногу некоторые советы, как правильно и как продуктивно читать Священное Писание. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok